привет ребята ребятунчики сейчас я вас груза ну можно ли изменить свою жизнь нет можно ли изменить восприятие с этой жизни своей жизни да сейчас я вам все по полочкам расскажу вот смотрите какая фигня мне например говорят а что ты все время ржешь смеешься а потому что я давно-давно изменил свое мировоззрение знаете в каком плане не выключайте секунду я вам сейчас все по полочку потому что я начал понимать одну простую вещь то что мы видим то что уже было понимаете вы смотрите вы на меня сейчас смотрите да я вам сейчас говорю вот сейчас я вам говорю в видео в настоящем времени но вы меня увидите даже я себя буду сейчас смотреть уже в прошлом видео и пока мозг вот это все соизмерит то есть все сопоставят лучше это пройдет еще какое-то время смотрите мы человек видит звезду до которые вот допустим сейчас на них посмотрим увидим звезду которые уже как миллионы лет нету то есть ее не существует и я думаю что то же самое мы смотрим на нашу жизнь который тоже уже не существует то есть мы и уже прожили короче в будущем вы увидите то что я говорил в прошлом но когда вы доходите это будет это будет для меня уже прошлое вы смотрите например как вот в моем понимании что такое жизни и тут знаете как взять видеокассету старую допустим мы видел кассету и на нее записать всю свою жизнь допустим там 90 минут всю вашу жизнь и потом ее взять и начать смотреть и поэтому у вас будет воспоминания да вот они как вот например время я не понимаю почему время считается что это такое образно говоря величина постоянно я думаю что время она понимаете она не постоянно то есть почему например даже ты воду ребенка время для когда он растет маленький у него но долгое время а когда вы чем дальше растете да тем у вас как вы знаете на перемотке то есть у вас время все время увеличивается убыстряется и вам любой пожилой человек вам любой пожилой человек скажет что я вот чем старее да тем время летит я ничего в жизни не успеваю вообще чтобы вот человек не делал то есть почему невозможно ничего изменить потому что что вы не делали как бы вы это не пытаясь изменить что-то ничего вы не сможете сделать потому что уже все это есть то есть это уже все будет знаете как вот у людей говорят когда вот память когда человек работает допустим он говорит я вот что-то вот ни с того ни с сего начал вспоминать кого-то это он вернулся назад но в этом же состоянии может и вернулся вперед то есть опять же в данный момент возвращается назад назад блин я не знаю как это визит короче тоже назад но чуть чуть раньше вот не зря же например говорят хочешь смешить бога расскажи ему о своих планах почему ну потому что потому что уже все предназначены все уже уже все это есть понимаете вот я вот как вот кассету вот вы когда ее потом будет смотреть да у вас только единственно что восприятие поменяется со временем то есть здесь бы вот здесь вот так вот сделали здесь были это здесь бы то но вы по факту в тот момент когда шла запись вашей жизни вы же ничего не меняли то есть как вам казалось что вы меняете до происходящее а на самом деле вы ничего не меняет то есть допустим известным человеком надо родиться то есть вы знаете да вот когда ребенок вот только вот он появился дом даже когда там еще вот вроде матери этого только в яйцеклетки оплодотворению произошло уже все уже то есть можно сказать сколько кто проживет что из него вырастет и вот этот принятие все знаете как вот люди она да я знал почему знал потому что ты реально знал реально знал что будет ты просто об этом не задумывался то есть как объяснить проще ну есть такие моменты да в жизни которые вам сам мозг подсказывает то есть например те вот например говорят вещи сон он не настолько вещи это просто мозг начинает вспоминать то что было уже то что по факту то что будет типа а это уже было понимаете поэтому я думаю что вся жизнь она уже все прошла и потом вы просто просто вот это все грубо говоря перевариваете знаете как например невозможно вот почему-то например там скорость света есть еще скорость мысли скорость вообще всего вот все измеряется в скорости в пространстве во времени например как бы объяснить то например вы если когда вот увидели а ну вот проще могу сказать увидели взрыв да вы сначала увидели это глазами а потом до вас дошел звук но мозгу надо вот это все сопоставить вместе то есть представить допустим если я вам говорю что это кофе и у вас сразу в голове картину что это кофе то есть вы сразу начинаете то есть мозг начинает у человека сразу автоматом включает изображение что это кофе включается вкусовой рецептор да то есть мозг вам сразу дает человек пьет кофе или там допустим просто элементарно кто-то ест лимон если вообще лимон покажу у всех сразу во рту сразу кислятин и сам же оговорюсь что значит сразу появляется она появляется у вас пока это все сопоставил то есть уже настоящее получается пока пока у додумались до этого то есть там какие-то доли доли секунды там не знаю это уже было это уже все прошло то есть как времени посмотрите на первый как вот я на первую меня кто-то спросил веришь ли ты в жизнь после смерти но она и так есть жизнь после смерти я вообще верю что все круто вот так вот кругами ходит например мы на те же кратеры смотрим да вот через вот я смотрю через руку спать интернет смотрел допустим там вот вот кратеры там от метеоритов а кто он сказал что это метеорита они от ядерных бомб там допустим миллиона лет назад то есть не вообще вот идея такая что все в жизни вот так вот круговоротом идет как погода как день и ночь вот это все вот такой просто беспрерывного так вот крутится свердится я на просто друг друга как существует пространство бесконечное и что вот вот это вот все бесконечное и допустим как вот жизнь и шитоши решает человека после смерти это ничего не хочу вышли или не помните до рождения то же самое то а А почему это, я говорю, что есть жизнь после смерти? Она просто есть, но она в другом ключе. То есть, в том плане, что вот как вы видим, как мы видим это все, и как воспринимаем, этого, конечно, нету. То есть, мы можем там представлять рай, ад, там еще что-то. Ну, как вам проще объяснить? Вот смотрите, ребенок, да? Вот вы лежите, и смотрите на своего ребенка, который тоже с вами там в кровати лежит. Ну, грубо говоря, господи, я там, ну, вместе с ним засыпаете. И вы, вот, как вот вы в его мозг влезете? Никак. Но, но ребенок-то получается по факту ваш, то есть, это же от вашего организма появилось вот новое существо, да? Новый человек. И он уже видит своими глазами, то есть, воспринимает все. Но у него, вот, например, говорят, когда вот характер там в отца или там в мае, похож, не похож, это да. Но вы в душе, в душе, ну, грубо говоря, как в душе, я даже не знаю, как это объяснить-то. Вы в него не вселитесь. То есть, вы, точнее, вы его создали, и это уже ваше продолжение. Знаете, как вот еще тоже хороший вопрос есть. Не знаю, как на него ответить. Ну, это, допустим, если, вы можете представить, допустим, что, чтобы появились вы, ваше поколение должно было жить на земле, ну, грубо говоря, там, взятие, допустим, 200 поколений назад ваша бабушка встретилась с дедушкой. Я даже не знаю, кто там будет 100 поколений, если проправить там в этой степени, в какой, или, например, что будет через, я не знаю, там, 50 поколений. И вы скажете, ну, а что тогда, Сережа, делать-то, если ничего в жизни не поменяешь, что теперь сидеть на печи еще не делать? А вы не будете сидеть на печи, потому что уже все, вы понимаете, это уже все произойдет. То есть, то, что вы пойдете в магазин, допустим, или там еще что-то вы сделаете, это уже все заранее записано. Есть моменты, понимаете, которые, например, как вот любой человек, да это все вообще, абсолютно. Говорят, а я вот этот момент уже где-то видел. Естественно. А вот это вот я знал, я так и думал, что это произойдет. Конечно. Или, например, вот знаете, хорошо, я там, допустим, то же самое, да, вот так, это жизненно, если говорить, когда человек говорит про другого. Да вот ему там, он там и курит, и пьет, там чуть ли не с крыши, там 20 раз прыгал, и ни хрена ему ничего. Естественно. это же элементарно. Почему, кому суждено, я не знаю, там, утонуть, он никогда в огне не сгорит. Ну, так и есть. Потому что, просто единственное, что можно поменять о жизни, это восприятие вот этого всего. То есть, с каким настроением вы будете на это все смотреть. конечно, это сложно объяснить, я не знаю, как это объяснить. Очень сложно объяснить, необъяснимое. Но, как-то так. Ладно, сидите, переваривайте. Увидимся. Вообще, жизнь до хрена дает подсказок, что будет дальше. Просто, мало кто на это внимание обращает. Вот так. А так все, понимаете, все идет своим чередом. Что бы мы ни делали, к чем бы ни стремились, или там, вообще, вот на диване бежали с утрады вечно, все равно что-нибудь обязательно да произойдет. Смотря в какую сторону, конечно. На этаже это, ребята, жизнь. Все было раньше. Курица или яйцо, Я думаю, они вообще всегда были. Всегда были. Я, знаете, на что внимание обратил по жизни? То, что, то, что новые виды, да, животных, они не появляются. Я вообще смотрю, вот вымирает, да, допустим, там, динозавры, мамонты, там, еще какой-то вид животных, еще какой-то. А новые виды не появляются. курица, мне кажется, вообще заселяли в пол земли, похоже, пока человек не появился. Каждый день по яйцу. Сначала появился магазин, а потом яйцо и курица. Вот еще, что сначала появилось, время или пространство. Короче, в будущем вы увидите то, что я говорил в прошлом.